По легенде, в одном из корпусов лагеря произошло возгорание. Главный воспитатель сообщил об этом вожатым, и те начали эвакуацию всех детей. После того, как все вышли, вожатые провели перекличку. Сами дети сообщают, как вести себя во время пожара, им рассказали еще в начале смены. Знаю, что не нужно спешить никуда, потому что можно споткнуться и сбить другого человека, и пойдет цепочка, начнется паника, и все будут просто в панике, и может сгореть. Я думаю, первое, сохранять свою спокойность, второе, прислушиваться к вожатым, и выбегать. Мы всегда в начале первых дней с детьми проводим беседы по поводу того, что такие ситуации могут возникнуть, и они были подготовлены, они были организованы, они изначально знали, что делать, какая бы ситуация ни возникла. Они очень организованы, собрались, вышли, мы вышли самые первые практически, у нас не возникло никаких проблем. По задумке, в корпусе «Березка» на балконе второго этажа остались заблокированы двое людей. Их спасали с помощью пожарной лестницы. Такие занятия проводятся для того, чтобы, в первую очередь, дети и работники отработали навыки на випадок пожежи, чтобы не было паники. И каждый понимал свои действия, что они делают. Я считаю, что занятия пришли на высоком уровне, потому что дети эвакуированы были быстро. То есть, в первую очередь, хорошая оценка вожатым и администрации в детском центре. После успешной эвакуации с детьми поговорили о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Руководство молодой гвардии уверяет, регулярно проводят профилактические беседы касательно пожарной безопасности. Мы стараемся этими тренированиями научить своих фаховцев, работников педагогических служб, технических служб, которые работают с детьми, быстро реагировать и, знаете, так, за алгоритмами реагировать на надзвичайные ситуации. И я уверен, что лучше научиться и действовать схемно, действовать автоматически, чем паниковать. Полина Корюк, Юрий Шенкаренко, Телеканал Репортер.